Добрый вечер, товарищи! Сегодня у нас очередная лекция в Университете рабочих коллекций пакетов «Великая Октябрьская революция ТМУ материалистической диалектики». Прочтет лекцию Кирилл Юрьевич Юрков, кандидат технических наук. Вопросы на листочках, пожалуйста, подавайте в письменном виде к выступающему. И кто желает потом выступить, тоже отдельные листочки на выступление. Так, Кирилл Валерьевич, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие товарищи! Ну, вообще, в целом, 2017 год – это год столетия Великой Октябрьской социалистической революции. И поэтому, вообще, тема социалистической революции, можно сказать, является одной из ключевых и основных в этом году, ну и в следующие годы, я думаю, тоже. Сегодня мы будем рассматривать Великую Октябрьскую социалистическую революцию и ее основания с точки зрения диалектического метода, диалектики вообще. Для того, чтобы нам перейти к такому рассмотрению, вначале нужно, вообще говоря, вспомнить, а что же такое революция. То есть, не то, что граждане думают о революции, а то, что является научным содержанием данной категории. Вот сегодня можно услышать совершенно различные мнения о революции. Например, вот граждане говорят о технологической революции, граждане говорят о революции, которая как будто произошла на Украине недавно. Некоторые граждане говорят о том, что в 90-м году у нас произошла как будто бы революция. Ну и такой наблюдается некий сумбур в этих мнениях. То есть, слово революция, вообще говоря, используется, ну как вот мнение. Моё мнение о революции такое-то. У какого-то другого товарища может быть другое мнение о революции, о ее содержании. Но мы как бы должны обратить внимание на то, что же такое революция с научной точки зрения. Если мы обратимся к историческому материализму, то мы увидим, что классовое деление общества связано с определенными фазами развития общественного производства. Ну вот этот тезис, он изложен у Маркса. Собственно говоря, Маркс считал такой важной заслугой, своей заслугой в доказательстве этого тезиса. И этот тезис встречается, ну прямо его формулируют вот таким образом в письме Иосифу Вейдемееву. Соответственно, в зависимости от степени развития общественных производительных сил, на арене истории сталкиваются различные классы. То есть большие группы людей, занимающие различное положение в общественном производстве. Исходя из того, что они занимают различное положение в общественном производстве, у этих больших групп людей различные и зачастую, и практически всегда противоположные экономические интересы. Соответственно, коренное изменение в обществе, которое связано с приходом к власти более прогрессивного класса и называется революцией. То есть к власти приходит более прогрессивный класс, реакционный класс, у него власть отнимается каким-то образом, и вот этот скачок, вот это изменение в обществе и называется революцией. Соответственно, обратное движение, когда реакционный класс восстанавливает свое господство и более прогрессивный класс теряет свои заводевания, называется контрреволюцией. Вот из такого определения революции, соотношения революции и контрреволюции научного мы должны исходить. Вообще говоря, по существу можно сказать, что мы знаем следующие революции. Мы знаем переход от первобытно-общинного строя, когда была общность, общественные средства производства, дальше идет рабовладение, дальше феодализм, капитализм и коммунизм. Вот это движение, связанное с общественно-экономическими формациями. То есть, когда происходит революция, к власти приходит прогрессивный класс и тем самым происходит смена общественно-экономической формации. Вот можно сказать, что это движение историческое, связано с тем, что изначально были общественные средства производства, потом они отрицаются, идет цепочка формаций с частной собственностью. И потом происходит отрицание этой частной собственности с удержанием тех экономических и производства завоеваний, которые произошли на этапах частно-собственнических формаций. И происходит возвращение к общественной собственности на средства производства. Но и надо сказать, что всегда во всякой общественно-экономической формации мы видим два противоположных класса. Скажем, если это феодализм, то это крестьяне и феодалы. Если это рабовладение, то это рабовладельцы и рабы как таковые. И мы видим, что на каждой из общественно-экономических формаций на первом этапе или на этапе своем развития, начального развития и на этапе своего становления, в том числе тоже, является прогрессивной. То есть она развивает средства производства. Основанием для революционной смены одной общественно-экономической формации, другой общественно-экономической формации, вот это основание носит объективный характер. То есть это нежелание какое-то там, и то, что Марксу, например, понравилось, или кому-то другому понравилось, что одна общественно-экономическая формация сменяет другую. Есть в обществе, опять же, связанное с производством, противоречия, которые носят объективный характер и которые разрешаются в революции и смене общественно-экономической формации. Если мы говорим о анализе капиталистического способа производства и анализе движения и развития капиталистической общественно-экономической формации, ее критики, то основной работой в этой области является капитал Карла Маркса. Вообще говоря, научное обоснование, анализ противоречий капиталистического производства впервые с теоретической точки зрения дан в работах Маркса и Энгельса. Но вот «Капитал» является такой цельной книгой, где полностью развернуты все законы и все движения в капиталистическом способе производства. Для того, чтобы разобраться в этом труде монументальном капитале, нужно понять, о какой метод использовал Маркс в написании, в исследовании капитализма и Энгельс, какой метод они использовали. Опирались Маркс и Энгельс в своих теоретических разработках на науку логики Гегеля. То есть они использовали диалектический метод. И сейчас зачастую можно услышать такое мнение, что диалектика отбрасывается, Гегель устарел и так далее, и так далее. Но в целом мы должны, если мы стоим на марксистских позициях, и мнение Маркса для нас интересно вообще говоря и важно, можно вспомнить вот такие строчки, которые Маркс писал по поводу Гегеля. Маркс пишет, что мое отношение к диалектике Гегеля очень простое. Гегель мой учитель. И болтовня умничающих эпигонов, полагающих, что они покончили с этим выдающимся мыслителем, просто смешна. Однако я позволил себе отнестись к моему учителю критически. Ну и в чем это критическое отношение заключается? Заключается оно в том, что для Гегеля движение категорий, которые он рассматривает в науке логики, вот это самодвижение является отражением, ну или выражением некой идеи абсолютной. Которая как бы развилась, идея развилась до материи, потом материя развилась до человека, как человек смог отразить материю и через эту систему категории обратно познать эту абсолютную идею. Вот такое движение у Гегеля просматривается. Маркс же рассматривает это движение категорий как отражение движения в материальном мире. То есть прямо вот материя движется и она отражается человеком в много-много раз. Сначала она отразилась в языке, ну и потом в философском осознании этих категорий и связи, и диалектической, и логической связи между этими категориями. Ну вот Маркс пишет так об этом. Для Гегеля процесс мышления, который он превращает даже под именем идеи в самостоятельный субъект, то есть идея у Гегеля носит самостоятельность. Есть Демиург, творец, созидатель действительного, которое составляет лишь его внешнее проявление. У меня же наоборот. Идеально есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней. Соответственно, просто метод, который использует Маркс в своих исследованиях, капитали, есть материалистическое толкование диалектического метода, разработанного и впервые появившимся в такой идеалистической форме у Гегеля. Если мы обратимся к общественным отношениям и начнем, вообще говоря, их исследовать, то мы увидим, что общественные отношения носят противоречивый характер. То есть в обществе это живой организм, в котором все противоречиво. Следовательно, если мы хотим раскрыть истину общественных отношений, то формально-логический подход, который подразумевает, скажем, закон исключенного третьего, о том, что надо про одно и то же можно сказать, либо а, либо не а. Если мы применяем такой подход, то истину общественных отношений понять невозможно. Но это первое внешнее наблюдение. Поскольку в обществе противоречия имеют место быть, значит формально-логический подход для анализа не подходит. Теперь, если мы рассмотрим капиталы движения в капитале, то в самом уже начале, когда Маркс рассматривает категорию товара, у него уже это противоречие в самом начале как бы вскрывается. То есть он начинает исследовать товар и приходит к идее о том, что он двойственный характер носит, как он выступает как потребительная стоимость и одновременно как меновая стоимость. То есть вот такое противоречие, можно сказать, в товаре возникает на самых первых страницах капитала. И дальнейшее движение, развитие товара до денег и потом до капитала является противоречивым. То есть противоречие является основанием этого движения, этого развития. И в целом в капитале можно найти строчки, которые с позиции формальной логики просто отрицают формальную логику. Вот, например, когда Маркс рассматривает то, откуда же берется капитал как самовозрастающая стоимость, он приходит к такому выводу. Вот можно прямо найти у Марса такие строки. И так капитал не может возникнуть из обращения, и так же не может возникнуть вне обращения. Он должен возникнуть в обращении и в то же время не в обращении. Ну то есть человек, для человека, который подходит с позиции формальной логики, либо один, либо не а, эти строки, ну просто дальше читать капитал бесполезно. Потому что здесь формальная логика просто отбрасывается. И как бы Маркс в некотором смысле здесь насмехается над формальной логикой. Соответственно, вот это движение в капитале, которое, как я показал, имеет диалектический характер, то есть характер движения противоречий, оно заканчивается в первом же томе капитала чем? Оно заканчивается тем, что Маркс приходит к такому выводу. Эти строки все хорошо знают. Что монополия капитала становится оковами такого способа производства, который вырос при ней и под ней. Централизация средств производства и вычисление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается, бьет час капиталистической частной собственности, экспроприаторов экспроприируют. Все знают об этих строках. Но ведь эти строки и этот вывод, который делает Маркс, они появляются не в воздухе. Перед ними, перед этим выводом является вот это диалектическое движение от рассмотрения простейшей ячейки капиталистического производства, коей является товар. То есть получается следующее. Что если диалектический метод не рассматривать как метод изучения общественного производства, в частности капиталистического производства, если стоять на формально-логической позиции, то к выводу о том, что происходит, бьет канун социалистической революции, что экспроприаторов экспроприируют, к этому выводу прийти, собственно говоря, нельзя. Поэтому сегодняшние товарищи, которые диалектику отрицают, которые говорят о том, что, так называемые левые, которые говорят о том, что диалектика это не наука, надо везде пользоваться формальной логикой, сейчас много таких очень есть, в их арсенале нет вывода о том, что капитализм конечен. То есть для них они не могут доказать, и нету научных трудов, не использующих диалектический метод, доказывающих, что капитализм конечен. То есть уже в теории, в теоретическом основании марксизма и вообще и марксизма, и ленинизма в том числе, марксизма, и ленинизма как такового, лежит диалектический метод. Если этот диалектический метод изъять, то никакого конца капитализма найти теоретически, научным путем, не представляется возможным. Это первое наблюдение. То есть в теории вывод, вот этот вывод, надо хорошо понимать. Отказались от диалектики, следовательно, капитализм бесконечен. Вот эта связка, ее очень хорошо нужно понимать. Или, по крайней мере, нельзя доказать конечность капитализма. Это не одно и то же, но нельзя доказать конечность капитализма. Теоретически. Дальше. Вот Маркс пишет, что он пишет о монополии капитала, которые становятся оковами такого способа производства. Вообще говоря, при Марксе капитализм находился в стадии капитализма свободной конкуренции. И еще монополии как таковые в целом не сложились. Они складывались в этот период. Но Маркс, применяя диалектический метод к анализу, и он, исходя из анализа, диалектического анализа товара, смог предсказать и прийти к выводу о том, что на известном этапе развития капитализма он становится монополистическим. Ну, надо сказать, что это вообще такое, можно было бы это рассматривать как такое гениальное предсказание, но вообще говоря, это теоретический вывод, который следует из применения диалектического метода. И потом мы знаем, что этот вывод блестяще подтвердился, и он развивается в работе Ленина, «Империализм как высшая стадия капитализма». Но мы об этом будем говорить позже. Теперь, если мы перейдем к практическому вопросу о социалистической революции, с теоретическим вопросом мы вот разобрались. Давайте перейдем к практическому вопросу о социалистической революции. В какой момент он появился и как он ставился. Ну, во-первых, надо сказать, что несмотря на некоторые успехи Парижской коммуны, наиболее остро вопрос о социалистической революции в практической плоскости, начал вставать в конце 19-го, начале 20-го века, в России его поднимает Владимир Ильич Ленин. И с чего он начинает, собственно говоря? В конце 19-го века идет, ну и вообще, говорят, так сказать, в умах большей части интеллигенции, даже марксистской интеллигенции в России витают такие народнические мысли, связанные с тем, что вот крестьянская община, которая есть на селе, является таким зародышем, что ли, зародышем социализма. Ленин начинает анализировать экономическое состояние России, пишет работу о развитии капитализма в России, в которой на богатейшем статистическом материале показывает, что эпоха феодализма в экономических отношениях в России сошла на нет. Или сходит на нет, этот процесс заканчивается. Что уже на селе, не говоря уже о городе, развились достаточно капиталистические отношения, которые разложили общину, крестьянскую общину, на батраков, то есть сельских пролетариев, и кулаков, то есть буржуа на селе. И вполне себе в экономике сложились, в общем, в экономике сложились капиталистические отношения. Надо отметить, что этой работой Владимиру Ильичу следует период становления капитализма в России. То есть здесь слово развитие правильное, но еще можно было бы сказать о становлении капитализма в России. То есть вот это становление, это категория диалектическая, и вот этот переход в экономике от феодального способа производства к капиталистическому способу производства раскрыт вполне полно, и надо сказать, что вы, скорее всего, не найдете других научных трудов, связанных с анализом вот этого периода становления в экономике перехода от одного способа производства к другому способу производства. Вот это, пожалуй, единственная работа Владимира Ильича, которая так подробно рассматривает на статистических данных это движение. Ну и после того, как Ленин показывает, что в России вполне сложились капиталистические отношения, он начинает применять науку марксизма и диалектический метод к анализу конкретной ситуации в России. И что происходит? Вот как бы формально можно было бы так понимать марксистскую теорию, как вот есть всегда два класса, они между собой вступают в какие-то противоречия, и эти противоречия сначала должны разрешиться, потом перешли на новую, в новую общественно-экономическую формацию, и там уже новые классы появляются, которые находятся в противоречии друг другу. Но анализ конкретной ситуации в России, именно диалектический анализ, показывает, что в России еще не произошла буржуазная революция, то есть к власти еще не пришел, не господствует класс капиталистов, но уже сложился в экономике, сложился класс промышленного пролетариата, то есть городского пролетариата. Ну и поэтому, исходя из анализа вот этих конкретных условий России, Владимир Ильич приходит к выводу о том, что в буржуазной революции ведущую роль должен играть городской пролетариат, промышленный пролетариат. И в единстве, в связи с беднейшим крестьянством. Почему это происходит? Это происходит от того, что буржуазия колеблется между своими, вообще говоря, интересами коренными, связанными с тем, чтобы взять власть политическую и пытается сговориться, договориться с монархией, фактически. И поскольку вот это положение буржуазии колеблющиеся, а пролетариат и беднейшие слои крестьянства заинтересованы больше всего в том, чтобы буржуазная революция прошла полностью. То есть, закончилась буржуазная революция и начался период социалистической революции. Вот такой анализ делает Владимир Ильич и такая вот практика рассмотрения движения в истории как живого противоречия, не как чего-то застывшего и применение каких-то догм к живому развитию общества является таким ярким примером и выдающимся примером применения диалектического метода. Далее Владимир Ильич понимает, что философская основа является одной из ключевых в философской основании является одним из ключевых в грядущих революциях и в буржуазной и в будущей социалистической революции. Поэтому надо отметить, что в период, когда после революции 905, первой русской революции, после революции 905 года наступает период реакции и Владимир Ильич садится за можно сказать философское основание такое серьезное основание за работу материализм и империокритицизм. То есть он начинает в это время подробно еще раз разжевывать и критиковать философское старье, которое тянут в идеологию даже и меньшевики и даже некоторые большевики этим занимались. то есть занимались богостроительством и тому подобными вещами. И он показывает, что все эти идеи имеют идеалистическую основу. И не только основу объективного идеализма, но и субъективного идеализма даже. И вот этой философской основанием Владимир Ильич достаточно долго занимается в период спада революционной активности. Дальше происходит следующее. в практическом понимании движения в развитии революции в России складывается на фоне развития капиталистических отношений в экономике складывается стадия империализма. И вот Владимир Ильич анализирует развитие капитализма и приходит к пониманию того, что в России во всем мире вполне сложилась империалистическая стадия развития капитализма. И в частности он пересматривает положение Маркса о том, что революция, социалистическая революция произойдет, ну как бы произойдет мировая социалистическая революция. То есть сразу же все развитые страны перейдут к социализму. Постольку поскольку при империализме имеет место неравномерность развития, при империализме страны разделились на страны хищники и страны ограбляемые, сложились монополии уже размером с целые государства, ни о никакой равномерности в экономическом развитии говорить уже не приходится. А следовательно не приходится говорить и о мировой революции в понимании Маркса. То есть во времена Маркса вот это понимание мировой революции было верным, поскольку была стадия развития капитализма, свободной конкуренции. А при империализме Ленин пишет так, вот в работе о лозунге Соединенные Штаты Европы он пишет, что неравномерность экономического и политического развития есть безусловный закон капитализма. Отсюда следует, что возможно победа социализма первоначально в немногих или даже одной отдельно взятой капиталистической стране. Победивший пролетариат этой страны экспроприировав капиталистов и организовав у себя социалистическое производство встал бы против остального капиталистического мира, привлекая к себе угнетенные классы других стран, поднимая в них восстание против капиталистов, выступая в случае необходимости даже с военной силой против эксплуататорских классов и их государств. Это Владимир Ильич пишет в 1915 году. И что мы видим? Вот это очень важное и достаточно серьезное теоретический вывод блестяще был применен на практике. То есть происходит революция сначала в России, появляется советская Россия, она удержать эту революцию получилась только благодаря тому, что пролетарии в других странах во многих организовали движение «Руки прочь» в Советской России, они не дали удушить вот этого младенца, который родился в социалистической революции в России и таким образом пролетариат западный поддержал можно сказать революцию в России. Это с одной стороны, а потом опять подтверждается в точности слова Владимира Ильича, потом в малых странах происходят революции социалистические с помощью пролетариата уже Советского Союза. То есть вот этот вывод, блестящий вывод, он тоже диалектический вполне, он блестяще подтвердился на практике. Ну и возвращаемся к работе «Империализм как высшая стадия капитализма». Там Ленин рассматривает собственно говоря вот этот передел мира странами-хищниками и в этот момент собственно говоря когда в это же время когда пишется эта работа идет первая мировая война. Клубок противоречий который связан с противоречием между империалистическим противоречием между воюющими странами он настолько сложен и настолько серьезен что в 14 году Владимир Ильич Ленин начинает изучение уже на этот раз штудирование науки логики Гегеля и в частности его конспект науки логики и до сих пор может являться хорошим подспорьем для тех кто пытается диалектический метод изучить и проштудировать всем известно высказывание Ленина на полях которые он записал в философских тетрадях конспекте науки логики где он пишет что афоризм нельзя вполне понять капитал Маркса особенно его первой главы не проштудировав и не поняв всей логики Гегеля поэтому никто из марксистов не понял Маркса полвека спустя надо сказать что с сожалением приходится отметить что и сегодня вот эту особенно первую главу капитала если читать то без диалектики там без диалектической логики там вообще не понять что пишет Маркс честно сказать не прорваться никуда дальше Владимир Ильич рассматривает вот если смотреть по конспекту у него там много очень много и замечаний связанных с тем что науку логики Гегеля надо рассматривать материалистически он так и пишет я читаю науку логики материалистически прямо у него там можно это найти и вот когда он доходит до рассмотрения последней категории в системе науки логики Гегеля в категории абсолютной идеи что такое абсолютная идея по Гегелю это вполне понятно до этого категории сложные их надо понимать абсолютная идея это очень просто это единство идеи практической и теоретической то есть теоретическая идея это идея познания мира а практическая идея это идея преобразования в соответствии с истинным пониманием этого мира вот и в целом вот эти две идеи являются абсолютной идеей по Гегелю и Ленин пишет вот рассматривая эту категорию он пишет что замечательно что вся глава об абсолютной идее почти ни словечко не говорит о Боге едва ли ни один раз случайно вылезло божеское понятие и кроме того это и кроме того почти не содержит специфический идеализм а главным своим предметом имеет диалектический метод то есть Ленин прямо указывает что вот эта глава с главным своим предметом имеет диалектический метод итог и резюме последнее слово и суть логики Гегеля есть диалектический метод это крайне замечательно еще одно в этом самом идеалистическом произведении Гегеля всего меньше идеализма всего больше материализма противоречиво но факт Вот такое высказывание можно найти у Владимира Ильича, который изучал науку логики. Теперь, если мы перейдем как раз к периоду после февральской революции, Ленин анализирует, опять же, дилектически анализирует состояние, во-первых, анализирует состояние экономики в Российской империи. И говорит о том, что в Российской империи вполне сложился империализм, то есть она является империалистической державой, развитой державой, она занимает пятое место по объемам производства в мире. Да, в России есть отсталость по образованию населения, по количеству сельского населения, это все есть. Но он говорит, что экономические, то есть основания экономические, все сложились для того, чтобы революция социалистическая произошла. И он анализирует и очень много посвящает этому анализу положения крестьянства в населе. Что такое крестьянин в населе? Это мелкий буржуа. И Ленин очень во многих местах указывает, что, и это вполне такое диалектическое рассуждение, что интересы крестьянина как мелкого буржуа являются противоречивыми. С одной стороны, он является трудящимся, то есть он непосредственно трудится, он обладает средствами производства и непосредственно трудится. С другой стороны, все его мечты, все его мысли направлены на то, чтобы стать, условно говоря, крупным буржуа, кулаком. То есть его мечты, его идейное содержание связано с тем, чтобы стать буржуа. Но при этом он является трудящимся. И на этом основании Владимир Ильич указывает, что и в социалистической революции уже вот эта связь между крестьянством и промышленным пролетариатом совершенно необходима. И эта связь основана на том, что на известный период времени интересы промышленного пролетариата, то есть рабочего класса, совпадают с интересами крестьянства. А почему так произошло, что эти интересы совпадают? Ну, например, это связано с тем, что февральская буржуазная революция не смогла до конца разрешить буржуазные проблемы, собственно говоря. То есть она, скажем, основной проблемой в развитии капитализма в России являлась проблема земли, земельная проблема. То есть национализация земли и раздача ее по едокам. Собственно говоря, то, к чему призывали и то, что записывали, какие наказы записывали за крестьянами СССР. Но вот произошла февральская революция и эта земельная проблема решена не была. Соответственно, Ленин указывает, что пролетариат найдет в крестьянстве своего союзника, основываясь как раз на том, что социалистическая революция обязана и должна разрешить вот эту земельную проблему. С одной стороны. Но с другой стороны, зачастую такое обвинение бросают большевикам и Ленину в том числе, что как будто бы большевики раздали землю, а потом все отняли обратно. То есть они как бы обманули крестьянство. Но если читать прямо подряд сочинение Владимира Ильича, которое, кстати, здесь в большом количестве присутствует, то можно заметить, что в аграрной программе большевиков везде написано, что если раздать землю по едокам, это значит, что произойдет только буржуазная революция на селе. Дальше будут работать капиталистические законы на селе, будет развиваться капитализм и все придет к тому, что произойдет это резкое уже разделение на группу, маленькую группу кулаков и подавляющее большинство батраков на селе. То есть, выпуская декрет о земле, когда землю раздали по едокам, и большевики, и Ленин в своих работах подчеркивают, что мы понимаем, к чему это все приведет на селе. И действительно это привело именно к этому, и уже в конце 20-х годов, в начале 30-х годов появляется необходимость произвести уже социалистическую революцию на селе. То есть, провести, собственно говоря, коллективизацию, то есть, провести действия, которые были бы в пользу подавляющего большинства трудящихся на селе. Вот такие выводы опять Владимир Владимирович делает, исходя из диалектического понимания движения общественного развития. Теперь происходит социалистическая революция. Пролетариат берет в свои руки власть. То есть, во-первых, власть взял класс, пролетариат промышленный. Не большевики взяли власть, не Владимир Владимирович и товарищи, а именно берет власть класс, форму, в которую он берет, ну это форма вооруженного восстания и передачи власти совету рабочих депутатов. То есть, вот эта передача происходит в один день и тем самым класс приходит к власти. И что получается? Получается, что советская Россия, в ней произошла социалистическая революция, то есть, сменилась общественно-экономическая формация, потому что к власти пришел другой класс. Но в экономике социалистический сектор еще не развит. То есть, никакого социалистического содержания экономики нет. Ну, есть социалистическое содержание, связанное с тем, что оно в себе есть в капитализме, в крупной промышленности. Соответственно, с этого момента начинается период установления, социалистического становления, период установления социализма в России. Что в этот период, какие тенденции действуют? Опять здесь никуда не уйти. Во-первых, я использую для описания этого периода, с момента Октябрьской революции до примерно 35-го года, категорию становления. Этой категории вы в формальной логике не найдете. Категория становления – это диалектическая категория, связанная с тем, что имеет место борьба двух противоположных тенденций. Ну и, собственно говоря, в экономике эта борьба и происходила. То есть тенденция возврата к капитализму и тенденция организации социалистического сектора, который уже, то есть происходит национализация крупных производств и крупной промышленности. Это происходит в период становления. Соответственно, на известные периоды в этом становлении социализма возможны и отходы, отступления назад некоторые. Например, НЭП – это типичное проявление понимания этой диалектичности в борьбе двух противоположных тенденций. То есть большевики понимают, что прямо там Ленин и пишет о том, что мы национализировали уже столько промышленности. То есть мы как бы произвели национализацию, но они еще работают как капиталистические предприятия. То есть они являются государственными, но при этом работают, производят стоимость. Соответственно, переварить вот эти все предприятия, которые были национализированы, сразу оказалось невозможно. И поэтому делают отступление, допускают НЭП, то есть допускают развитие, некоторое развитие мелкого хозяйчика, работающего на рынок. Это раз. Далее допускают то, что возможно найм одного или двух, до двух, по-моему, рабочих. И, соответственно, в этот момент происходит некоторый отход от... На самом деле не отход происходит, а наоборот движение к социализму, разрешение этой борьбы с точки зрения диалектики. И как результат, в середине 30-х годов происходит коллективизация на селе, происходит полностью промышленность оказывается национализированной и образуется... Социализм становится наличным бытием, собственно говоря. То есть период становления заканчивается наличным бытием социализма. Ну вот дальше, если анализировать сам социализм и каково развитие социализма, оказывается, что в... Ну первое, что можно сказать о социализме, и Ленин вот об этом говорит, что социализм есть уничтожение классов. Вполне себе диалектическая постановка вопроса. То есть вообще говоря, при социализме классов нет, то есть это бесклассовое общество, но классовые различия остаются еще. Соответственно, поскольку эти классовые различия остаются, они выражаются в... Первое, в отсутствии равенства между городом и деревней, отсутствии равенства в различиях между людьми физического и умственного труда, в мелкобуржуазности, в проявлении товарности, момента товарности в развитии в целом нетоварной социалистической экономики. Соответственно, вот эти тенденции, они борются друг с другом, ну и получается так, что пока борьба с этими тенденциями велась, пока, собственно говоря, им противостояли этим тенденциям, социализм развивался в полный коммунизм. Но как только от этой борьбы отказались, собственно говоря, отказались от главного в марксизме, после Иосифа Фессарионовича Сталина просто произошел отказ от главного в марксизме, хотя надо сказать, что уже и при Сталине произошли такие серьезные ошибки в теоретическом понимании социалистической экономики, когда она признавалась с одной стороны товарной, с другой стороны нетоварной, то есть предметы потребления признавались товарами, а средства производства товарами не признавались. Эта ошибка потом вследствие приводит к тому, что просто экономика становится на капиталистическую основу, социалистическая экономика признается вообще товарной, товар есть в... признается, что товар есть при социализме, соответственно, отбрасываются все теоретические разработки, связанные с диктатурой пролетариата, диктатура пролетариата просто выбрасывается, вопрос о государстве разрешается в том смысле, что государство становится, признается общенародным, так называемым, ну и вот это, вот эти движения в теории, соответственно, они подтверждаются и практикой в экономике, в итоге они привозят к тому, что наступает период обратного движения, то есть переходный период от социализма к уже капитализму, и этот период заканчивается в девяносто первом году и появляется наличное бытие уже капитализма. Соответственно, вот это движение, которое мы видим в историческом развитии общества и те практические решения, которые принимал Ленин, да, я еще не сказал, скажем, решения о заключении Брестского мира, в общем, мне, честно сказать, сложно понять, как бы Владимир Ильич принял такое единственное верное решение о заключении Брестского мира практически на любых условиях без диалектического понимания развития. Ну и что можно сказать в заключении? В заключении можно сказать следующее, что сегодня очень многие считают, что нужно праздновать даты великих свершений, связанных с борьбой в прошлом. При этом празднования эти носят такой чисто внешний характер. Принести цветы к могилам, вспомнить, как предки воевали, то есть, как бы рассказать о том, как предки хорошо воевали, какие достижения они делали, как они боролись за рабочий класс, и как сам рабочий класс боролся. Но вот, однако, Владимир Ильич учил, что лучший способ отпраздновать праздник – это сосредоточить свое внимание на еще нерешенных проблемах. Сегодня практически все достижения Великой Октябрьской социалистической революции у рабочего класса отняты. Поэтому я думаю, что сегодня вот это утверждение Владимира Ильича надо принимать как указание к действию, то есть праздновать и столетие Октябрьской революции таким образом, что сосредоточить свое внимание на нерешенных проблемах. Ну и, соответственно, одна из нерешенных проблем, которые стоят перед коммунистами и перед марксистами – это изучение основы марксизма, материалистической диалектики. И это необходимо для того, чтобы в будущем произвести очередной триумф материалистической диалектики и совершить социалистическую революцию вновь. Спасибо. Спасибо, Кирилл Валерьевич. Замечательный доклад. Значит, пожалуйста, письменные вопросы и на выступление подавайте. Значит, от четырех товарищей поступили у нас вопросы. Если кто-то еще пожелает, пожалуйста, Кириллу Валерьевичу еще пишите. И на выступление, пожалуйста, еще тоже можно писать. Кирилл Валерьевич, пожалуйста. Так, рабочее движение Путин первое. Китай. Я вопроса сейчас сказать не вижу никакого. Что это такое? Не вопрос. Кто-то заявку поднул? Вопрос. Наверное, вопрос. Что такое рабочее движение Путин? Путин – это не рабочее движение. Почему же тогда в случае контрреволюции в СССР малые страны не помогли большому брату? Ну вот, надо сказать, что малые страны и не могли помочь большому брату. Собственно говоря, сил на то, чтобы малым странам помочь большому брату и не было никаких. И вообще говоря, я это не сказал, но отмечу, что и контрреволюция в России должна рассматриваться как часть или момент в мировой революции. То есть мировая революция – это цепочка и революции, и контрреволюции. Малые страны не помогли большому брату, потому что для них революция была фактически бескровной. Ну так где-то. Та борьба, которая произошла, и та кровь, с которой далось удержать достижение революции в советской России, практически ни одна страна через это не прошла. Ну а то, что легко дается, то и легко отнимается. А попытка помощи декларации 1992 года КНДР не была воспринята, принята СКП, КПСС. Значит, в 1992 году закончился переходный период. То есть капитализм получил свое наличное бытие. КПСС полностью к этому моменту переродилась. Все. И уже и в экономике, и в политике господствовал капитализм. Поэтому декларациями вопрос о помощи не решается. Тем более, когда уже контрреволюция случилась. Поэтому никаких деклараций в этом смысле помочь не могли. Какая стадия капитализма сейчас в РФ? Существуют ли настоящие банки, банковский капитал? Произошло ли слияние банковского капитала и промышленного капитала? Есть ли в РФ настоящий финансовый капитал? Настоящий? Национальный. Национальный. Неамерикан. Финансовый капитал. Значит, сейчас мы этот вопрос разбирали много раз. И здесь, на лекциях, сейчас в мире идет развитие империализма. То есть, империализм сложился. Происходит передел сферы влияния. Мы это видим прекрасно. Страна-хищник, которая фактически сегодня одна в мире, это США, бросается как бешеная совершенно на все, пытается сжать другие страны. То есть, вообще Российскую Федерацию, поскольку здесь у нас капиталистический способ производства, нельзя рассматривать в отдельности от развития мирового капитализма. Поэтому в этом смысле можно сказать, что Российская Федерация часть империализма мирового. Но вопрос о том, является ли она страной-хищником или страной-ограбляемой, я думаю, решается в пользу второго. То есть, безусловно, Россия страна-ограбляемая. Отсюда выводятся ресурсы, отсюда происходит вывод капитала, отсюда утекает население, у нас сокращается население и так далее. Существуют ли настоящие банки? Вот этот вопрос мне очень нравится. Слово «настоящее» это что такое? То есть, какое-то теоретическое основание у этого слова есть? Вот есть категория «действительного»? Михаила Васильевича в данный момент нет. Я отвечаю на вопрос, который написан на листочке. Есть категории «настоящее», такой категории нету в науке, настоящие и ненастоящие. Нету такой категории. Можно я отвечу на вопрос? Спасибо. Значит, категории «настоящего» нету в науке теоретической. Тот, кто задает этот вопрос, видно, что диалектика не особо владеет. Есть категория «действительного». Есть категория «действительного». Так вот, банки у нас недействительные, потому что своей сущности они не отвечают. Они являются ростовщическими конторами. Они теми институтами, которые выводят освобождающиеся средства из одной отрасли и распределяют их в других отраслях. Сейчас в основном дают под 18% населению деньги. Вот работа банков. Это ростовщические конторы. Действительных банков нету. На этот вопрос, я думаю, я ответил. Произошло ли слияние банковского и промышленного капитала? Недействительное слияние произошло. То есть банковский капитал как таковой, банки как таковые не существуют. Какой-то момент в этом слиянии отметить можно. Есть ли в РФ национальный финансовый капитал? Опять же, я отвечу так, что в Российской Федерации национальный финансовый капитал находится в стадии становления. Царизм сгнил и рухнул. Потом та же судьба постигла наш развитой социализм. Согласны ли вы, что это был объективный процесс? Отрицание, отрицание и не вина большого подлеца Горбачева. Я думаю, что здесь вопрос о Горбачеве вообще неуместен. Горбачев проводил в жизнь интересы определенных классов. Поэтому, как так сказать, это был интерес классов. Вопрос борьбы. Борьба разрешилась в том смысле, что произошла контрреволюция. Что такое развитой социализм? Это термин Хрущева. Никакого развитого социализма в кавычках не существует. Ни в кавычках, ни без кавычек. Социализм это первая стадия коммунизма. Первая фаза коммунизма. Неполный, неразвитый коммунизм. Коммунизм, который еще во всех отношениях имеют родимые пятна капитализма. Соответственно, он развивается в полный коммунизм. Поэтому никакого развитого социализма нет. И такие термины вроде развитого социализма – это прямой ревизионизм марксизма. Я думаю, замечательно ответил Кирилл Валерьевич на заданные вопросы. Значит, у нас поступили на выступление три заявки. Первый – товарищ Захаров. Пожалуйста. Пройдите сюда тогда. Там и микрофон, кстати. Неп – это временно, сказал Генн. Потом сказал, что Неп – это надолго. А кооперация, сказал, окончательно. И вот тут все написано у меня. Выписал, здесь и делал две недели у вас. При условиях полного кооперирования мы бы стояли уже обоим ногами на статистической почве. Связать страну как целый день, ну, сначала как Маркс хотел объединить. Упразднение товаров и денежных отношений. У Маркса все есть, как упраздняется. Уравниловка, рассмотрение продукта. Восьмой съезд РКПБ. Программа поднимается. Постепенное уничтожение денег. Расмотрение продуктов. Взамен денег с берегательными книжками. Кратковые билеты. Это он 37, 35, 36. А уже потом, Леонид пишет, жизнь показала нашу ошибку. Это вывел из крестьянского восстания, кроншатский мятеж. Те матросы, которые шумовали зимние. Потом уже выступили просто революции. Вот чего. Правильно так оно и было. А потом что? Связать страну как целое пришлось экономически методами. Опять же Ленин в том стране все выписано здесь. Эта связь, есть торговля. Это для коммунистов весьма неприятное открытие. Очень может быть и неприятное. Что это открытие чрезвычайно неприятное. Даже несомненно, вот как. Подошло. Не опасно приглашать капиталистов. Не значит развивать капитализм. Да, это значит развивать капитализм, Ленин уже пишет. Но это не страшно. Потому что власть остается в руках рабочих. Но у кого в руках экономические рычаги, потом они постепенно и власть возьмут. Ну и так дальше. Короче, дальше он уже полный рычаг. Мы провалились, пишет Ленин. Так, что? Последние предсмертные слова своему личному интервью Марии Глязь. У них все интервью было много. Фотиева, Володичу, все. Мы провалились. На это оказывается надо десятилетия, а то может быть и больше, чтобы социализм построить. Хотя в работе совет посторонний. Мне тут Попов вскочил, стал просто затыкать. Нет в том странице, нет в том странице. Вот я вынужден. Она у меня работает. Работа маленькая, вот такая, на полстраничке почти. Судьба русская, а также всемирная революция должна решиться в ближайшие 2-3 дня. Так Ленин казалось. Понимаете? А потом нас не поддержали. Да, рабочие там бастовали, руки прочь от Советской России, поэтому это 14 государств не смогли. Рабочим тем спасибо большое. Но вот когда мы пытались хотя бы в Польшу вторгнуться, нас назад уперли. И Ленин, естественно, не скрывает из себя вины. В борьбе, даже с Польшой мы совершили известную ошибку. Он не перекладывает это на кого-то, он же себя подразумевает. В чем ваша мысль? Что вы хотите сказать? Сейчас, закругляю, последнее предложение. Там, где был на земле социализм, кеммунизм начальный, где на планете был, там везде сохранялись товарно-денежные отношения, там везде нарожался новый классный квадрат, бюрократия. И везде рабочая сила была товаром. Понимаете? Вот я тут давал философскую свою статью. Держинский в своих письме этому Куйбышеву писал, что партия возьмет неверный курс, и его возглавят похоронщик революции. Наверное, он имел в виду Сталина. Ну, Сталин, погодите. Кстати, вот насчет Юрков кое-что сказал, что и у Сталина были ошибки. Он что-то Маркс не так понял. Так что ж получается, Сталин глупее Маркса во всем? Маркс жил когда? При Марксе не было даже электрического освещения. А сейчас, например, не было, понятно, ни компьютеров, ни кино, ничего. В чем ваша мысль? Ну, да погоди-то мысль, мысль. Ну, давайте мы так. А вам деньги, а то что-нибудь всегда. Значит, давайте так. Понятно? А называть можете капитализм-социализм. То, что наш социализм рухнул, так же он был фальшив, как Потемкинская деревня. Тукнули, декорации упали, за ним и не льет. Минуточку. Товарищ Захар, подождите, чтобы это не было, как у... Если Юрков столько же выступал, вы столько же не можете выступать. По теме. Тема есть, вот эта диалектика есть. Так. Сталин сгнил, первое отрицание. Капитализм сгнил, второе отрицание. Спасибо большое. Спасибо большое. Вот это диалектика беспощадных парус. Следующий, кто записывался у нас на выступление. Игорь Иванович Шмельдот. А? Егор. Егор, да? Да. Пожалуйста. Ну, уважаемые товарищи, диалектический метод, он всегда был передовым методом, потому что в применении к истории он отражал интересы передового класса общества. В свое время, когда началась эпоха буржуазных революций, диалектика в своей сущности отражала интересы буржуазии, потому что буржуазия тогда на тот момент добивала феодальные остатки, ну, к примеру, буржуазная Великая Французская революция. Тогда диалектика отражала интересы буржуазии. Когда наступила эпоха социалистических революций, диалектика встала на сторону пролетариата, потому что пролетариат стал передовым классом. Диалектический метод помог Марксу вывести категории абстрактного и конкретного труда. На нем построена, как правильно было замечено, вся первая глава капитала, товары-деньги. Но вот бульгарное применение диалектического метода приводит вообще не к желательным последствиям. Я хочу сказать по поводу одного замечания. Конкретное высказывание, что после социалистической революции в 20-х и к концу 20-х годов классов у нас не было, а классовые различия у нас сохранялись. Ну, Ленин открыл что относительно Маркса? Чем марксизм-ленинизм превзошел марксизм, который исчерпал себя, когда рухнула парижская коммуна? Ленин сказал, что в условиях социализма продолжается классовая борьба, что сохраняются родимые пятна капитализма, которые не могут быть сразу уничтожены. То есть, как сказать, моментальная революция не может произойти. Для нее нужен определенный исторический период. Уже не революция, а революция. Если бы такой период. Дайте договорить человеку. Подождите. Товарищ Захаров, если вас перебивали, еще кого-то это у нас будет хаос здесь. Давайте завершать. Я к чему клоню, что классы на первом этапе, на социалистическом этапе остаются. Не просто остаются классовые различия, как там различие между интеллигенцией и пролетариатом, различие там между остатками малого какого-то предпринимательства. Остаются классы. Остается та недобитая буржуазия, которая представляет собой контрреволюционную опасность для пролетариата, который взял власть. И диалектическое противоречие здесь состояло вовсе не в том, что существовало у нас, что у нас якобы классов не было, а классы противоречия оставались. А диалектическое противоречие здесь состоит в том, что в условиях одной национальной формации, в условиях российского социализма, уживались две формы собственности. Это государственная социалистическая собственность, общественная собственность, которая приняла форму государственной собственности в условиях социализма. И частная собственность, которая как раз-таки и сохраняла это классовое различие. И в первую очередь в деревне, где деревня была полностью расколота на батраков и кулаков, даже в коллективизации. Вот если мы вспомним Павлика Морозова, который боролся со своим отцом, потому что он хранил зерно в подвале, в то время как в деревне начался голодомор. Много холохоз угрядил. Хорошо. В деревне. Спасибо. Ну я закончу. Ну давай, заканчивайте. Сохранялась частная собственность. А соответственно сохранились и классы, потому что пока частная собственность не будет окончательно уничтожена, классы сохраняются. И это очень важный момент, который надо было заметить. Спасибо. Спасибо. Так, товарищ Маленцов, пожалуйста. Да. Товарищи, вопрос про банки задавал я. Да, я ли. Почему я задал этот вопрос? Потому что ответ на не очень важен для того, чтобы предсказать возможность восстановления фашистской диктатуры в Российской Федерации. Возможно она или нет. И сказать, находимся ли мы на пороге социалистической революции или пока еще нет. Пока еще у нас идет бурное развитие капитализма в прогрессивной составляющей. Потому что капитализм в процессе своего развития на начальных этапах играет прогрессивную роль, а уже потом он начинает, когда переходит в стадию империализма, он начинает загнивать. И это где есть конус социалистической революции. Значит, мы знаем, что фашизм это власть финансовой олигархии, террористической диктатуры. Поэтому финансовая олигархия это слияние банковского капитала и промышленного. Банковский капитал доминирует над промышленностью, где слияние финансового олигарха. Банковский капитал значит банк. Банковский капитал должен быть. Ксессора из фонда рабочей академии утверждают, что в Российской Федерации нет банков. А те банки, которые называются банками, они на самом деле не банки, а социалистические конторы. Раз нет банков, нет фашизма, нет канона социалистической революции, и мы можем спокойно студировать диалект. Правильно? Правильно. Спокойно. У нас еще далеко. Что такое банки? Вот если Ленина взять, банки выполняют дефункции. Во-первых, это центр общественных расчетов. И второе, это монополия на судный капитал. Вот эти заведения, которые называются банками, являются центром общественных расчетов. Вот вы карточки выпускаете и прочее. Разве не через банки проводите? Являются. Является ли это монополия на судный капитал? То есть выдаются эти ставки рефинансирования и прочее. Кто устанавливает? Федеральный банк. Они как не являются. А почему они тогда не банки? Потому что они не укладываются, видимо, в представления профессоров. Или политически невыгодно им. Политически невыгодно, потому что они проводят политику другого класса. Политику национальной буржуазии. То есть их задача поддержать отечественную какую-то буржуазию в конкурентной борьбе с мировой буржуазией. Вы все. А для того, чтобы ее поддерживать, конечно, нужно вносить вот эти элементы, которые дезориентируют рабочий план. Поэтому я считаю, что эта позиция вредная. Я могу много моментов отметить в этой лекции. Я отмечу просто один наиболее выпуклый и наглядный. Поэтому я считаю, что подход может быть в обсуждении работ Ленина и пройденного пути диалектично, наверное. Ну, как-то академично диалектично, он оторван от жизни, какой-то нежизненный сам по себе. Вот этот обзор, который вы дали. А что касается конкретного ответа на вопрос, ну, это полное, так сказать, пренебрежение всеми диалектическими вашими познаниями. Спасибо. Спасибо. Ну, чувствуется, у товарища Мулецова пробел был он, не был на 11-й международной научно-практической конференции. Как раз вот эти вопросы, которые вы в своем выступлении затрагивали, они в полной мере были рассмотрены на очень мощной конференции. Поэтому на сайте это можно сейчас посмотреть, на Красном ТВ уже выставлено. Поэтому вот рекомендации товарищу Мулецову посмотреть. Ну, и остальным тоже это будет очень полезно и хорошо. Так, последний выступающий у нас записался товарищ Герасимов Иван Михайлович. Иван Михайлович, пожалуйста. Товарищи, ну, формальная логика, она, конечно, вещь хорошая, но она хороша для исследования веро-текущих исторических процессов. Вернее, не хороша, а может быть применена к исследованию квазистатических, веро-текущих исторических процессов. Там вот более-менее так все можно разложить и обсудить. Что касается бурных изменений, движение вообще, тут оно неприменимо. Вот, скажем, даже простейший вид, если взять механическое движение, вот тело движется, а оно находится в этой точке и не находится в нем одновременно. Если признать, что оно просто находится в этой точке, оно стоит. Если признать, что оно просто не находится в этой точке, то значит оно где-то там стороной пролетает. А то, что оно вот движется именно вот здесь и проходит через эту точку в какой-то бесконечно малый момент времени, да, Если у нас точка, которая не имеет ни торчины, ничего, проходитесь в какую-то точку координат, тоже не имеющую ни торчины, ничего, она находится в этой точке бесконечно малый момент времени. И находится в ней, и не находится. И тут вот уже для понимания грубокого, здесь уже формальной логики недостаточно, надо вот уже вот эту логику Чигызи использовать. И, конечно, в годы революции многие люди, они оказались врагами врагов, совершенно искренние, порядочные люди по неразумению своему. Скажем, с Хэшерина на многие, что рабочие Уральские, Воткинского и Льжорского завода создали две рабочих дивизии и под красными знаменами воевали за Корчака. И, в общем-то, погибнуть, конечно, на гражданской войне – это грустно само по себе, но вот погибнуть под красным знаменем за Корчака – это грустно вдвойне. И кто читал «Тихий дон», прочие романы, и кто знает позицию интеллигенции российской, того же Горького, понимают, что, в общем-то, в гражданскую войну очень многие люди либо отдельные выступления были с той стороны, либо вообще, так сказать, головы схожили на той стороне, именно в силу недопонимания, недоумения. У нас тоже времена грядут сложные. Это Степан Сергеевич заблуждается, если думает, что мы тут диалектику изучаем из-за того, что нам больше делать нечего. Наоборот, Степан Сергеевич, как раз когда сложные времена грядут, и они уже не так и далеко от нас, тут как раз и самое время поизучать диалектику, чтобы не сражать голову за фашизм. Вот. А что касается любви Степана Сергеевича к диалектике, Степан Сергеевич с очень неплохой лекцией выступил о причинах поражения социализма в СССР. Она многим понравилась, она понятная, там все четко, вот причина такая, причина раз, причина два, причина три. Вот. Но откуда Степан Сергеевич выкопал эти причины? Были десятки выступлений Михаила Васильевича Попова и других наших товарищей, которые все-таки на основе диалектического анализа, а Михаил Васильевич проблемами противоречий социализма занимается три десятка лет с 1986 года, и выступлений до этого было довольно много, и десятки буквально есть видеозаписи с этим, они вот буквально вот так вот уже вбились в голову, и они есть. Но вот из анализа ситуации чисто, если взять чисто ситуацию, как она есть, без поводыря, без учебника, вот на основе формальной логики вот к этим выводам, Степан Сергеевич, не придешь, вот эти причины не выкорупаешь. И в 61-м году люди были ничуть не грубее нас с вами, а прошляпили вот это общенародное государство, хотя доказано красниками неоднократно, что общенародное государство – это прямой путь к государству буржуазному. А проскочили это и в программе партии, и в Конституции потом в 77-м году, это затащили. Так что это все не пустяки. Ну а что касается вот прошлого нашего занятия, то тут нам сказать, Степан Сергеевич, несколько лет жизни у меня отнял очередной раз своими, так сказать, выступлениями жесткими. Во-первых, Степан Сергеевич опорчился на требования укорочения рабочего дня. Значит, мы через несколько дней будем праздновать 1 мая. 1 мая, как мы все знаем, оно праздник в честь того, что 131 год тому назад была расстреляна демонстрация рабочих Чикаго за 8-часовой рабочий день. И мы будем это событие отмечать. Сейчас второй вопрос о переходе к 6-часовому рабочему от него. И был он введен в Швеции. И вот Степан Сергеевич говорит, там он себя плохо... Я вот буквально сегодня прослушал еще раз вот эту часть, там он себя не зарекомендовал, потому что оказалось, что лишние затраты дополнительные, и это не прошел этот эксперимент. Ну, товарищи дорогие, это мне напомнило мой визит к представителю по преду президента в Северо-Западном федеральном округе. У меня там помощник или заместитель принимала женщина. Я ей там рассказывал, что вот так и так в политехе творятся такие-то и такие-то дела. Меня оглупляете сейчас. Что? Вы расслышали, но меня оглупляете сейчас. Нет, не оглупляете. Вы так и сказали, что это... Послушайте свое, послушайте свое выступление. Там было вами сказано буквально, что в Швеции это не прошло, потому что показалось свою экономическую нецелесообразность. Потому что при капитализме этого вытащили. Ну, подожди, подожди. Давайте-ка-то... Кому вытащили? Кому вытащили? Так, товарищи, просто... Товарищи, есть порядок у нас введения. Значит, товарищи, Иван Михайлович, вот, значит, я там это рассказываю, какие ужасы творятся в политехе, кафедра колесных и гучечных машина уничтожается, то есть все, и только она так, сделала прямую спинку и так строго, да как-то, что у вас оптимизация. Я пытался, как человек, ведущий саппортом, оптимизацию технических решений и так далее, и объясните, какой критерий-то оптимизации? Чего вы хотите-то? Ну, она все меня слушает. Не старая, значит, и распрощалась. Понятное дело, что всякая борьба рабочего краса ведет к убыткам для капиталистов. Это совершенно однозначно и совершенно понятно, что если мы говорим о введении штичасового дня с сохранением заработной платы, то прибыли капиталистов при этом упадут. Ну, значит ли это, что не надо бороться при капитализме? Вот эта позиция, товарищи, и многие, кстати, из РКРП, видимо, от частого общения с троцкистами вот этой болезнью заразились, что сейчас бороться нет смысла, потому что сейчас капитализм и то, что убыток в убуток капиталистам, они не пропустят все равно. А вот потом будет социализм, и там тоже как бы бороться не за что. То что там бороться? Тянуть одеяло на себя, это как-то и забастовки при социализме как-то странно выглядит, и все это как бы и не нужно совсем. Получается, что мы с борьбой никогда не встретимся. Сейчас нет смысла бороться, там нет смысла бороться, откуда-то революция, раз, и произойдет, и наступит социализм. И далее вот Степан Сергеевич здесь вот раскатал записку о мерах по повышению темпов экономического роста, которую Попов с Гавшиным написали президенту Путину. Но вот надо сказать, вот это опять же от непонимания диалектики. Вот что тут в этой записке? В этой записке, первое, получить Академию наук Российской Федерации и так далее, разработать программу экономического развития России на 10 лет, состоящий из плана развития государственного сектора и системы государственных заказов предприятиями государственного сектора экономики. Вот это якобы буржуазное требование для развития капитализма. Товарищи дорогие, после того, как будет ночь 24 на 25 октября, 26 октября никакого социализма в экономике не будет. Будет все то, что есть сейчас, будут те же хозяева сидеть, будут все то же самое абсолютно. И вот эти меры, они актуальны как для капиталистической эпохи развития, так и для переходного периода, когда будет диктатура пролетариата, когда будет социалистическое правительство, но экономика еще будет практически то же, что и сейчас. Те же люди будут сидеть на той же месте. И чем больший путь в сторону планирования, в сторону объединения промышленности мы пройдем сейчас, тем меньше, короче путь и легче будет работать социалистическому правительству. Неужели это непонятно? В программе предусмотреть норму амортизации из расчета не более 10% службы средств производства. Установить норму накопления для государственного предприятия 80%, для предприятия государственного сектора 60% прибыли. О чем все эти нормы говорят? Чтобы капиталисты не проедали свои прибыли, если им разрешили быть капиталистами, а это будет и в переходном периоде, который у нас был 15 лет, а в Китае длится полвека, больше чем полвека, еще непонятно сколько продлится. Чтобы если тебе разрешили быть капиталистом, так ты трать свои доходы в основном на средства производства, на накопление, а не на проедание. И развивай экономику, а иначе тебе не дадут быть капиталистом. То же самое в отношении подоходного народа. Смешно выглядят эти рассуждения при наличии коросальных серовых структур, коросальной Росгвардии, что невозможно будет эти налоги ввести подоходный налог, вот сильные мира сегодня захотят его платить. Ну, есть, так сказать, кутузка, есть там всякие эти самые способы, уголовная ответственность за неуплату налогов. То есть это все равно... Это все равно почему? Почему это буржуазная государство? Сейчас буржуазная государство буржуазная. Подожди, подожди, подожди. Тоже не дискуссионный, пожалуйста, Иван Михайлович. Так как это сделано в большинстве развитых государств? Буржуазная государство буржуазная ведет прогрессивный налог. Это вполне возможно. Парни возможно, если невозможно, в этом нет. Может, это придется вводить другому правительству. Но то, что вот это в бумажке изрожено четко и по пунктам, это в любом случае коросальный труд. И труд этот, вообще говоря, надо изучать, потому что это то, что придется делать все равно, по-любому. И будет делать это Путин, будет это делать кто-то после Путина, это не суть. Ну и последнее. Вот сейчас вот товарищ Маленсов нас порадовал, что оказывается фашизм это канун социалистической революции. Но у вас может нечаянно такое выскочило, вы, наверное, хотели сказать империализм, но выскочило именно это. Я не оглупляю. Вот будет запись, товарищи послушают. Нас пишут, мы тут все на камеру говорим. Вот это самое. У нас сейчас, конечно, у нас сейчас империализм. Но империализм российский или американский? Вот вы говорите, банки сейчас дают судный процент. Кому они дают суда? Кому они дают суда? Они дают суда частным лицам в основном. Производство, а львиная доля всех кредитов падает на производство, наши банки не дают и давать не могут. Потому что в производстве нет такой маржи, которая покрыла бы эти кредиты чудовищные, 18-процентные. И наши предприятия берут кредиты, брали, по крайней мере, до наложения санкций, в том числе и оборонные предприятия, на Западе, где 5-6 процентов. Потому что там ставка рефинансирования 0,75-1 процент. Может, там настоящие? И там, да, там настоящие банки. И вот именно эти банки, именно этот финансовый капитал и может у нас установить фашизм. В том числе и с использованием троцкистов, и псевдокоммунистов, и неонацистов, и так далее. Вот это вот опасность, главное, и есть. Спасибо, Иван Михайлович. Ну, вот тут как раз в режиме диалектики как раз Степан Сергеевич. То, что вы говорите, оглупляют, но с другой стороны мы все отсюда только умнее. Без исключения выйдем. И рамки, и формат нашего университета рабочих корреспондентов позволяет эти вопросы решать, чтобы мы были умнее. Так, заключительное слово, пожалуйста, Кирилл Олегович. Значит, дорогие товарищи, во-первых, я хочу сказать, что мне тут бросили обвинения в том, что лекция академическая, что мы тут занимаемся огловой теорией, а к практике как бы не имеем никакого отношения. Я напомню, что задача коммунистов вносить научный социализм в рабочее движение. Научный социализм. А научный социализм базируется в том числе на диалектике. Это в том числе теоретическая работа. В том числе. И мы здесь занимаемся в том числе теоретической работой. Поэтому, ну, можно обвинять в академичности, скажем, Ньютона, который писал формулы какие-то, да, а не кидал яблоки с дерева. Можно выступать в таком духе. Дальше. Вот товарищ сказал, что диалектика отражала интересы буржуазии на одном этапе, а на другом этапе диалектика отражала интересы рабочего класса. Так вот, я категорически выступаю против данного утверждения, потому что диалектика – это метод. Как метод может отражать чьи-то интересы? Метод может служить тому или иному классу. Он не служит никакому классу методов. Не надо. Так же, как не может служить формальная логика, сначала послужить буржуазии, а потом послужить еще кому-то. На определенных этапах развития человеческого общества, общества как какового, разные классы являются прогрессивными. Вот этот анализ этого движения можно давать при помощи диалектики. Но при этом сказать, что диалектика служит как-то каким-то классом, это то же самое сказать, что мне служит закон всемирного тяготения, когда я хожу по земле. Он мне как будто бы служит. Он не служит, он – это движение объективное, и не зависит никак конкретно, вот этот не зависит от моей воли. Второе. Было сказано, что был разговор о классах в переходный период и при социализме. Значит, то утверждение, которое я высказывал, и то утверждение, которое Владимир Ильич делал, оно заключается в том, что при социализме классов нет. Не в переходный период классов нет, в переходный период классы остаются. Более того, остаются два противоположных класса Рабочий класс и еще буржуазия, она остается, это как бы никто не оспаривает. Но при социализме, когда закончился переходный период, когда закончилось становление, когда мы имеем наличное бытие социализма, классов нет, есть лишь только классовые различия. Если есть классы, вот из класса, если есть противоположные антагонистические классы, тогда значит есть товары, есть капиталистические отношения внутри. Откуда эти классы берутся? Классы это экономическое понятие. НЭП. НЭП это переходный период от капитализма к социализму. Я сказал, что социализм был построен к 35 году. НЭП к этому времени иссяк. Причем он иссяк чисто экономическими методами. Дальше. Да, был интересный рассказ про финансовую олигархию и по всей видимости мне было приписано какое-то такое логическое следствие из наличия финансовой олигархии. Хотя ничего того, что Степан Сергеевич выражал, я лично не говорил. Про фашизм я вообще не говорил ни слова. Соответственно, что мы имеем и что я сказал точно, и на этом я настаиваю, что мы живем в период империализма. Как бы указывать на то, что мы живем не в период империализма, это мне кажется сейчас даже слепой видит. Что мы живем в период империализма, а империализм является кануном социалистических революций. То есть вопрос о том, живем ли мы или не живем в канун социалистических революций, вообще не стоит. Мы живем в канун социалистических революций. Это первое. Второе. Когда мы говорим о вопросе о фашизме, у многих товарищей возникает такое желание посчитать вероятность фашизма. А возможен ли фашизм здесь? И какова его вероятность? Некоторые товарищи тут начали придумывать новый термин. Фашизация. Тоже такой термин. Как будто бы медленно это, как будто бы это открытая террористическая диктатура, я подчеркиваю, она открытая должна быть. Как будто бы это такой медленный процесс, фашизация. Можно посчитать вероятности и так далее, и так далее. Значит, соответственно, мы видим, что наиболее развитым финансовым капиталом является финансовый капитал американский. И здесь я совершенно согласен с товарищем Герасимовым, который сказал, что у нас наиболее вероятно фашистская диктатура финансового капитала американского. Потому что он значительно сильнее наших капиталистов. А с Жириком как быть? А что Жириком? Что? Я не понял. Смотрите Жирико по телевизору. А с Олегом Поповым с карандашом. И последнее. Я думаю, что чему нас учит диалектика, и основное, чему нас учит диалектика, это тому, что во всем развитии мы должны выделять ключевые моменты. Вот здесь, скажем, было сказано о том, что где Сталин, и я слышал это на других лекциях, такое замечание, где Сталин делал ошибки, чтобы умнее Сталина, что ли? Как будто такое рассуждение. Но вот я хочу сказать, что надо искать противоречия во всех действиях. И также действия, скажем, у Васильевича имели тоже противоречивый характер. В нем можно найти отрицание, отрицательные действия. Дальше. Я вот, скажем, вопрос о товарности, является ли социалистическая экономика товарной или нет. То есть товарищ выступал, я так и не понял его мнение по этому поводу. Но с моей точки зрения, вопрос о том, является ли социалистическая экономика товарной или нетоварной, а с моей точки зрения, она является нетоварной, он является одним из ключевых вопросов. Вот я, например, знаю, что и здесь многие товарищи выступали по этому вопросу, и вот я знаю, что Виктор Акркадьевич Чулькин стоит на той же самой позиции о том, что социалистическая экономика является не товарной. Он целую статью написал с Михаилом Васильевичем, а вот Степан Сергеевич, например, по этому поводу ни разу не выступил. Я не слышал от вас прямого утверждения, прямого ответа на вопрос, является ли социалистическая экономика товарной или она является не товарной. А про ошибку Сталина, вот нам всегда говорят, что, мол, вы что, считаете умнее Сталина? А на прямой вопрос, на ключевой вопрос, на этот вопрос ответа нет. Ну и опять мы видим, что в практической точке зрения, если мы изучаем диалектику, то ставятся вопросы борьбы за коренные интересы рабочего класса, такие как сокращение рабочего дня, доведение заработной платы до стоимости рабочей силы, улучшение условий труда. Это коренные интересы рабочего класса, а те, кто здесь хаят диалектику и пытаются выступить против нее, они ставят вопрос об индексации и борьбе за индексацию, с которой и пытаются рабочий класс поднять на эту борьбу. Вот так вот, спасибо. Спасибо, Теонид Владимирович. Так, дорогие товарищи, значит, в рамках нашего университета в эпоху пролетарских революций у нас еще в этом году учебном выступлении будет профессора Казионова Александра Сергеевича. 4 мая он выступает с лекцией «Поколение в русском революционном движении русского рабочего класса». И у нас после этого 13 мая, 13 мая, это суббота, будет у нас в 9.30 поход в музей-квартиру Сергея Мироновича Кирова. Это нынешний Каменноостровский, бывший Кировский проспект, дом 20. Поэтому кто там ветераны, кто льготники, возьмите с собой удостоверение, будет подешевле. А во сколько? В 9.30 собираемся. Ну, еще, да, ректор университета рабочих корреспондентов 4-го числа, когда будет читать лекцию, завершающую лекцию в этом учебном году товарищ Казенов, он раздаст вот эти еще и приглашения. Мы так с ним договаривались. Так, есть что-то, Степан Сергеевич, что-то? Пожалуйста. Приявление. Товарищ, приближается... Вы сюда, вы сюда, где микрофоны. Товарищи, приближается 1 мая, день международной солидарности трудящихся. Российский объединенный трудовой фронт, членские организации, которые входят в оргкомитет «Октябрь-100», рабочие профсоюзы, значит, формируют колонну. Заявка подана была в комитет и согласована. Построение колонны Лиговский проспект, дом 33-35. К 11 часам. Два дома. Октябрьский. А? А пока зя Октябрьский далеко не очень... Ну, это реально. А, ну так. Ну, это просто, чтобы надо точно знать. Повторить привязка. Лиговский проспект, дом 33-35. У двух домов. Значит, формируется колонна, дальше движемся. В 11.30 мы с 10 начинаем формирование, в 11.30 начинаем движение. По-Невскому с выходом на Исаакиевскую площадь. Там состоится митинг. Один или опять же программ будет? Там будет три митинга. На Исаакиевской площади КПРФ, мы и ЛДПР. Митинг будет еще на Дворцовой площади. Говори, куда же Грязовского? И два митинга либералы проводят на Марсовом поле. Других митингов в городе не будет. Он 30 лет уже. Всего-то 6 штук. Так что мы приглашаем вас принять. Требования и лозунги, с которыми мы идем, основное это пролетария всех стран, соединяйтесь. Следующие наши экономические требования, значит, принятие федерального закона, не нравится слово индексация, он заменим его повышением заработной платы не ниже индекса инфляции. Пускай будет так. Второе, это 6-часовой рабочий день без снижения заработной платы мы выдвигаем. И никакого повышения пенсионного возраста. Вот с этими основными экономическими лозунгами мы идем. Спасибо, Сергей Степан Сергеевич. Спасибо. Спасибо. Ну, а мы в рамках университета, как уже сказали, до встречи в 19 часов 4 мая. Спасибо за внимание. Ну, давайте, а что ж вы идете? Товарищи, значит... Елизаровы в поселке Ульяновка. Если кто желает принять участие, электричка в 9.15 с московского вокзала на Любань, второй и первые вагоны с головы поезда. Так что, очень хорошее дополнительное объявление. Так что, конечно, на субботник Ленинск и Ульяновку добро пожаловать. Всех. И вас тоже. Спасибо. Ну все, самого доброго. Спасибо.